Замки без сигнализации Wason DX7, DX10 и DX11. Самый простой из них 7, но мы начнем с 10. Он из них самый компактный, самый маленький, самый легкий. Для него всегда можно найти место в багаже, либо куда-нибудь его под седло класть, либо в специальную сумочку. У этого замка очень маленькое расстояние, вот эта глубина пропила, которым он надевается на тормозной диск, поэтому он работает только с теми тормозными дисками, у которых есть вот такие отверстия для вентиляции. Как это происходит? Вы его совмещаете с отверстием для вентиляции диска, нажимаете, и все, он закрыт. Для того, чтобы его снять, нужно использовать либо вот этот ключ, у которого хитрая цилиндрическая часть, на которую многие вскрыватели замков смотрят и говорят, а это что за хрень? То есть это действительно редкий такой тип замка. Чтобы его снять, поворачиваем, кнопка отщелкивается, замок снимается. Вот вы видите, например, в самую глубокую дырочку диска он уже не залезает, ему не хватает глубины пропила. Поэтому существует следующий замок, это как раз седьмой, у которого есть возможность защелкнуться не только в периферийные дырки, но и во внутренний край, чтобы было сложнее как-то выпилиться и с куском диска его снять. Принцип действия тот же самый, только уже дается не два, а три ключика, но личинка замка такая же, точно цилиндрическая и хитрая. Вот он, без ключа, ключ нужен только, чтобы открыть. Вынимаем из багажа, ставим, защелкнули, все, замок стоит, все это крепко. И есть еще один замок, это как раз тот, который 11, у него самый глубокий пропил. Это может понадобиться для тех дисков, у которых нет вот этих вентиляционных отверстий. Это бывает на очень старых мотоциклах, когда дисковые тормоза только-только на мотоциклах появились. Его можно поставить через весь диск, с защелкой уже просто вот с другой стороны от диска. Это выглядит не так надежно, но если у вас нет отверстий, то так будет тоже работать. То есть смысл в таком замке тоже присутствует. Чтобы снять замок, вставляем ключ, поворачиваем, кнопочка выходит, замок снимается. Главное в механических замках, это самому не забыть, что ты его ставил. Потому что если ты тронешься с неснятым замком, то гарантированно ты попортишь суппорт, в который упрется замок. Ты можешь погнуть диск и ты уронишь мотоцикл. Самое неприятное, если это произойдет у всех на виду, и все на тебя покажут пальцем и скажут, что ты лох педальный. Так что запоминайте, когда вы ставите замок, либо ставьте такой витой тросик, который защелкивается вместе с замком на диск, а конец этого витого тросика надевается на ручку газа, чтобы когда вы будете заводить мотоцикл, вы увидели, что у вас что-то торчит на ручке газа и вспомнили, о, я же замок ставил. И в результате не уроните и не поломайте свой мотоцикл. Замки без сигнализации, Вейсон, DX7, DX10 и DX11.